Здорово, народ! Сегодня хочу поговорить с вами о такой вещи, как замок Даймбека, Даймбека Даррелла. То есть те, кто следят за моим каналом, знают, что я здесь делаю разборы, делаю разборы песен, делаю какие-то обучающие видео по гитаре. И есть гитаристы, которых я разбираю очень тщательно. Это, например, Стиви Райвон, это Даймбек Даррелл в том числе. И сюда, наверное, еще подключатся какие-то гитаристы. Но пока вот этих двух я точно разбираю больше, чем остальных. У меня есть уже одно видео на канале про позицию руки Даймбека Даррелла. Но, вы знаете, пока я разбирал Даймбека, я обнаружил очень интересную вещь. Именно как он делал подтяжки, и почему они у него всегда звучали очень чисто, и почему у него именно вот этот палец всегда участвовал. И вся вот эта структура, она как бы у него вплеталась в такой некий замок, о котором я хочу подробно сейчас поговорить. Итак, не забывайте, что я сотрудничаю со струнками, с педалзу и с промоком, что там будет небольшая скидочка. Итак, перейдем к другому виду. Сейчас вы все поймете. Поехали. В самом предыдущем видео я уже говорил, как Даймбек Даррелл держал руку, и как он делал подтяжки. То есть, подтяжки он делал так, что у него следующая струна заходила внутрь пальца тоже. То есть, когда он тянул подтяжку, допустим, вторую струну. То есть, видите, у меня сейчас две струны под пальцем. Но я его изучал, изучал, смотрел, как он играет. И знаете, какой интересный момент я обнаружил? У него всегда позиция руки была вот такая. То есть, указательный пальц у него стоял вот здесь. Мы можем с вами видеть это вот на этих фото. Почему же позиция руки выглядела именно так? Значит, смотрите, что я называю замком Даймбека, да? Такой некий термин. То есть, смотрите, если вы будете просто тянуть струну, как Даймбек, и у вас будет соседняя струна заходить под палец, видите, может быть вот эта грязь. Грязь от того, что вот эти струны соприкасаются, от того, что они выстреливают, как из рогатки, но раз. Видите, сейчас, когда струна струна откасается, идет грязь такая. То есть, какие-то такие тык-тык-тык-тык-тык-тык, такие какие-то мелкие вещи, которые на самом деле дают только грязь игре. Если, допустим, брать большие подтяжки и вибрировать их, получается просто грязь за грязью. Если делать так, как Даймбек, да? То есть, когда струна соседняя заходит у вас тоже под палец. Но, когда вы выставляете вот этот палец, так, давайте возьмем другую подтяжку, допустим, вот здесь. То есть, смотрите, вот этот палец мы выставляем чуть дальше, чем соседние. Тем самым мы как бы страхуем и задерживаем вот эти струны. Получается, что они не играют и не дают грязь. То есть, когда мы с вами тянем вот этим пальцем и страхуем вот этим пальцем, у нас получается как бы вот эта вот вся структура, она входит в некий такой замок. При этом, если у вас позиция такая, у вас нет никакой грязи, и подтяжку тем самым можно тянуть через весь гриф. Также мы с вами можем вибрировать и делать вибрато очень глубоко, у нас тоже не будет никакой грязи при этом. То есть, видите, все получается четко. И вот соряните разницу. Видите, да? То есть, у нас идет шум какой-то вылазит. То есть, допустим, если мы с вами возьмем кусочек соло Cemetery Gates. Здесь как раз мы когда тянем вот эту подтяжку, здесь как раз мы эту струну как бы берем вот в этот вот замок. То есть, получается, при вот этом замке можно через весь гриф ходить, у вас не будет ни грязи, ничего. То есть, очень чисто все. Этим замком я играл предыдущие соло, а именно Another Break in the Wall песню Pink Floyd. Допустим, попробуем поиграть вот на этом ладу. Здесь тоже, видите, когда я сюда иду, у меня уже автоматически вставляется вот этот как бы замок для того, чтобы я мог сыграть в вибрато. То есть, видите, да? Когда мы, получается, берем вот в этот замок, игра очень чистой становится. То есть, видите, да? Можно играть очень чисто и красиво. И даже, заметьте, соло-волк, да? У Пантеры. Самая первая подтяжка на волк абсолютно так же берется в замок. То есть, вот этот палец, он всегда здесь рядом. Тогда можно тянуть без всякой грязи. Тем самым мы еще больше приближаемся к звучанию дамы Гадарелла, используя его же собственные приемы. Итак, в принципе, это все, что я хотел здесь показать. Такая маленькая мелочь, но на самом деле, к тех, кто ее поймет и, главное, осилит и попробует применить, этих людей ждет большой успех и, может быть, даже большой сюрприз. А на этом пока все. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся в следующих видео. На этом пока. Субтитры сделал DimaTorzok